Добрый день! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. В этом году наша страна отмечает очень большой и важный юбилей трехсотлетия со дня учреждения Генеральной прокуратуры, ну, в принципе, прокуратуры нашей России, когда-то Российской империи, потом Советского Союза, теперь Российской Федерации. О том, какой путь за это время прошла наша Тверская прокуратура, а Твери не стало исключением. Естественно, по всей стране тоже появлялись местные, скажем так, учреждения. Об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии. Это Сергей Анатольевич Никифоров, заместитель прокурора Тверской области. Сергей Анатольевич, добрый день! Добрый день! Сергей Анатольевич, скажите, когда тогда учреждал Петр Алексеевич прокуратуру, тогда Российской империи, а когда в нашей Тверской губернии тогда появился свой прокурор? Произошло ли это тогда сразу же в 1722 году или попозже? Это произошло попозже, причем значительно попозже, но в том же 18 веке это в царствовании уже другого императора, императрицы, Екатерина II произошло. И вот тогда именно на территории, то что является на данный момент Тверской область, а тогда Тверской губернией было, вот появился свой прокурор. Скажите, а вот прокуратура того царского времени, Петра I, Екатерина II, Александра I, она отличалась от нынешнего по функционалу? Я уж молчу, там форма понятна, что это было другое, а вообще в целом? Вот, конечно, функционал различный, а вот задачи, которые стояли и перед прокуратурой в нынешнее время, и перед той прокуратурой, это, можно сказать, емко осуществление надзора за исполнением законов на территории всей тогда Российской империи, сейчас Российской Федерации. То есть, вот это как бы основа, которая объединяет и прокуратуру, ту историческую, которая осталась в истории, и нынешнюю прокуратуру. Вот это вот основа, то есть надзор за исполнением именно законов. А вот такое известное мероприятие, скажем так, событие, как реформа Александра II, как-то на прокуратуре отразились? Конечно. Ну, это реформировала вся судебная система, и понятно, что образ прокурора, он стал несколько другим. И здесь вот следует отметить, что при Александре II впервые были созданы в России независимые суды, появился в том числе и суд присяжных. Вот, и неотъемлемой частью этой судебной системы становится прокурор, потому что прокурор это лицо, которое поддерживало уже как сторона линию государственного обвинения. То, что прокурор чем занимается, и в нынешнее время это тоже наша как бы одна из основных функций направления деятельности поддержания государственного обвинения. Здесь очень похоже. Скажите, а 17-й год стал тяжелым испытанием для прокуратуры, потому что все-таки все мы знаем, какое было отношение тогда со стороны победившего народа к людям, которые носили погоны, то есть не подвергся она тотальному разрушению. Ну, тяжелым испытанием не только для прокуратуры, для всего общества стала революция, потому что она сама по себе революция. Это как бы такое экстраординарное событие в жизни любого общества. И вот на тот момент времени, конечно, прокуратура на какое-то время, как орган прекратил свое существование, вот до 1922 года, прокуратуры как органа государственной власти в Советской России не было. Вот потом, значит, все равно возникла такая необходимость, потому что появились законы, новые законы, законы новой власти, вот, и вот функция того, чтобы кто-то надзирал за их исполнением, она оказалась востребованной. Поэтому и прокуратура, значит, вновь возникла уже как прокуратура РСФСР, она возникла, значит, был первым прокурором российским, тогда вот республиканским назначен Корленко, небезызвестный революционер. Вот, и начало развитие прокуратуры в новых условиях. Потом появилась прокуратура СССР, вот, то есть эти вот этапы, они, да, прерывались, но общественная, как бы, жизнь, жизнь общества показала, что без прокуратуры обходиться нет. Еще одним испытанием, буквально 20-25 лет спустя, стала Великая Отечественная война, когда, как известно, многие сотрудники прокуратуры пошли на фронт, многие погибли, потери были колоссальны. Скажите, как Вы исполняли вот этот кадровый жуткий провал, который возник из-за Великой Отечественной войны, когда, как Вы уже сказали, многие пошли добровольцами на фронт? Ну, и в исполнении происходило, конечно, без внимания не оставалась и жизнь тыла. Вот, прокуратура территориальная, которые были созданы, они остались, никуда не делись. Приходилось, как бы, что называется, с рельсов обучать людей, которые, молодых, которые приходили в органы прокуратуры. Также существовали специальные юридические школы, где в ускоренном порядке, значит, прививались первоначальные юридические знания, и вот эти люди уже приходили, как бы, на смену ушедшим на фронт. А те, которые уходили на фронт, они, многие уходили, не только в качестве, там, рядовых бойцов, это юридические службы, и армейские были, это и военные прокуроры, и военные суды, все это, как бы... Трибуналы. Да, да, трибуналы, все это требовало своего кадрового обеспечения. Скажите, а после войны когда, можно сказать, что прокуратура сложилась в том виде, в котором мы ее знаем и сейчас уже? Какое-то время произошло, Грущев, Брежнев? Да, наверное, можно говорить о том, что это связано опять с определенной государственной исторической фигурой. Это с именем Руденко Романа Александровича, который стал генеральным прокурором СССР в 1953 году. И вот здесь вот уже, как бы, при его руководстве начала организовываться и вырисовываться та прокуратура, которую мы уже знаем и видим в настоящее время. То есть вот появились эти основные направления деятельности. Это общий надзор, надзор за следствием, за милицией тогда, участие прокуроров в судах, в гражданских, в уголовных судах. Вот эти контуры, они, собственно говоря, этой работы и остались до нынешнего времени. Ну и плюс, вот, должен сказать, что тогда у прокуратуры в 60-е, в 70-е годы, в 80-е, ну вплоть до начала 2000-х годов, еще и существовал свой мощный такой серьезный следственный аппарат. Он считался лучшим в стране. Можно сказать, что с образованием СК, Следственного комитета, прокуратура окончательно врела тот вид, какой имеется сейчас. И это была действительно важная веха в истории прокуратуры. Ну, в основном, да, потому что веха важнейшая, произошло вот это вот разделение окончательное, и за прокуратурой остались непосредственно функции надзора, вот, то, что, собственно говоря, и свойственно ей было. И, да, наверное, тот окончательный вид, который сейчас имеет прокуратура вот в нынешнем времени, она обрела именно в 2007 году, потому что это самая серьезная реорганизация была. Хотя различные кадровые, организационные реорганизации, они, конечно, и в 10-е годы, и в начале 20-х годов происходят. Но это очень серьезная такая веховая реорганизация была. В конце эфира хочется спросить, а как сейчас мы выглядим на фоне других регионов, нашего-то областного и Тверская прокуратура? Выглядим мы достаточно неплохо, у нас серьезная такая кадровая основа имеется, серьезные результаты работы имеются со стороны прокуратуры. Но и Тверская область, наверное, не самый простой регион в плане социально-экономическом, криминогенном, но тем не менее, значит, прокуратуре, как одному из координирующих или важным координирующим органам, удается удерживать ситуацию в правоохранительной сфере и в сфере соблюдения прав граждан. И поэтому, я думаю, своей задачей, основной соблюдение законов на территории Тверской области прокуратуры справляется неплохо. Ну что ж, спасибо большое, наш эфир подошел к концу. Сергей Анатольевич, я и ваших коллег еще раз поздравляю с этой невероятной круглой датсой, с небольшим юбилеем, 300 лет. Я желаю, чтобы вы дальше продолжили славные традиции ваших предшественников, стояли на страже закона. Это была программа «Тема дня. Комментарии» с вами был Роман Быков. До новых встреч!